Тема восьмая. Реформы Петра I. Параграф первый. Предпосылки реформ. Предпосылки реформ сложились уже в XVII веке, когда в результате государственной деятельности первых представителей династии Романовых был преодолен социально-экономический и политический кризис государства, вызванный последствиями смутного времени. В конце XVII столетия наметились тенденции к реформированию России. Формирование внутреннего рынка вызвало необходимость регулирования правил торговли. В связи с этим в 1653 году была принята уставная таможенная грамота. Совершенствуются финансовые и налоговые системы. Политический строй сословно-представительской формы монархии все более стремится к абсолютизму. Постепенно прекращается деятельность земских соборов. В царских титулах все чаще появляется термин «самодержец». Первым шагом к ограничению власти Боярской думы становится ограничение местничества. 1682 год. Оформляется общегосударственное законодательство. Соборные уложения. 1649 год. Сословность вооруженных сил уже не удовлетворяла потребности государства, поэтому начали создаваться полки иноземного строя. Укрепившись внутренне, московское государство активизирует внешнюю политику, которая приобретает имперский характер. Стране нужна была сильная личность, которая обладала бы не только верховной властью, но и пониманием необходимости перемен, умом, решительностью и энергией. Такими качествами бесспорно обладал Петр I. Подавление стрелецкого бунта в 1698 году показало серьезность намерений молодого царя. После вынужденного возвращения из Западной Европы Петр I начинает преобразование. Реформы проводились в основном насильственными методами и сопровождались активным вмешательством государства в экономику. Многие из них носили непродуманный, поспешный характер, что было вызвано как неудачами в войне, так и отсутствием кадров, опыта и давлением старого консервативного аппарата власти. Параграф 2. Военная реформа. Военная реформа, безусловно, являлась основой деятельности по изменению практически всей российской жизни. Армии и флот были главной заботой Петра I. Проведенные в 1694 году большие маневры русской армии, а также азовские походы 1695-1696 годов окончательно убедили царя в малой пригодности старой военной организации. Ядром новой армии стали потешные преображенские и семеновские полки, созданные в 1687 году. В основу комплектования армии была положена рекрутская система, 1705 год, в соответствии с которой рядовой состав набирался из крестьян и других податных сословий, а офицерский корпус формировался из дворян. Военная повинность была объявлена пожизненной и постоянной. Несмотря на принудительный характер повинности, Петр со временем получает не только регулярную, но и мононациональную армию, выгодно отличавшуюся от наемной. Для подготовки командного состава были открыты специальные военные учебные заведения, навигационные, артиллерийские, инженерные школы, но главной военно-практической школой подготовки офицерских кадров стала служба в гвардейских полках. Указ 1714 года запрещал производство в офицеры дворян, которые не служили солдатами в гвардейских полках. В основу военной иерархии и продвижении по служебной лестнице была положена не родовитость, а личная выслуга. По инициативе Петра I и на основе европейского опыта было впервые в отечественной истории разработано военное законодательство, устав воинский и морской устав, утверждены органы управления армией и флотом, военная и адмиралтейской коллегии, большое внимание уделено развитию военного искусства, материальному обеспечению и вооружению войск. Наряду с созданием регулярной армии шло строительство военно-морского флота. Основное внимание уделялось созданию Балтийского флота. В 1704 году был спущен на воду первый русский фрегат, а через 20 лет русские военно-морские силы на Балтике стали самыми мощными. Набор во флот также осуществлялся на основе рекрутской повинности, но преимущество отдавалось уроженцам Архангельской и Астраханской губерний, знакомым с морским делом. Для подготовки морских офицерских кадров в 1715 году в Петербурге была открыта морская академия, а в 1716 году Гардемаринская рота. К 1725 году численность регулярной армии достигала 200 тысяч человек. А с иррегулярными войсками и флотом 250 тысяч. Военный флот насчитывал 48 линейных кораблей и свыше 28 тысяч человек экипажа. Параграф 3. Хозяйственно-экономические реформы. В основе хозяйственно-экономических преобразований Петра I по существу лежали принципы протекционизма и меркантилизма. Развитие отечественной торговли представлялось наиболее эффективным средством наполнения государственной казны, но чтобы обеспечить ее товарами, необходимо было развивать национальную промышленность и прежде всего отрасли, прямо связанные с армией и флотом, текстильную и металлургическую. Уровень развития экономики измерялся увеличением доли экспорта названных отраслей по сравнению с импортом. По производству, например, чугуна Россия уже к 1725 году в полтора раза обогнала Англию. Менялась и география промышленности. Центр металлургии переместился на Урал. Появляются Невьянский и Тобольский заводы Никиты Демидова, Сестрорецкий оружейный завод, первый в России сереброплавильный завод в Нерчинске. Кроме металлургии при Петре I развивалась и легкая промышленность, прежде всего текстильная. Впервые были построены бумажные, цементные, сахарные заводы и даже шпалерная фабрика. Динамично развивалось кораблестроение. К концу правления Петра I в России насчитывалось свыше 200 крупных мануфактур по сравнению с 20 в начале царствования. В начале XVIII века мануфактуры обеспечивались в большей степени не вольно-наемной рабочей силой, а зависимой крепостной. Но подобные положения уже не устраивала развивающуюся промышленность. Поэтому правительство стало приписывать к предприятиям государственных крестьян. Кроме того, в 1721 году владельцы мануфактур получили право приобретать крестьян для работы на предприятиях. Но перечисленные меры не могли способствовать динамичному развитию промышленности. В области внутренней и внешней торговли в Петровское время большую роль играла государственная монополия на торговлю важнейшими товарами, что значительно пополняло доходную часть казны. Проводя протекционистскую политику, правительство поддерживало и защищало национальную экономику от иностранной конкуренции. Так, по таможенному тарифу 1724 года пошлино на ввозимые товары устанавливались тем выше, чем больше аналогичного товара выпускалось отечественными мануфактурами. К 1725 году объем русского экспорта достиг 4,2 миллионов рублей, вдвое превысив импорт. Во внутренней торговле по-прежнему большую роль играли ярмарки. Продолжался процесс формирования всероссийского рынка. Дальнейшее развитие получила внешняя торговля, центр которой переместился из Архангельска в Санкт-Петербург. Постоянная потребность в деньгах на военные нужды побуждала Петра изыскивать новые источники доходов. На первых порах рост государственного бюджета достигался за счет расширения косвенных и увеличения прямых налогов, а также введением казенных монополий на ряд товаров. Затем поиски новых источников доходов привели к коренной реформе всей налоговой системы, введению подушной подати. Единицей налогообложения стал теперь не двор домохозяйства, а мужская душа, попавший в списки чиновников налогоплательщик. Проведенная в 1718-1724 годах перепись населения выявила 5,4 миллиона душ мужского пола, обложенных единой податью 74 копейки с помещичьих крестьян. Необходимо отметить, что подушная подать со времени ее введения никогда не собиралась полностью, поскольку оказалась непосильной для основной массы населения. Стали появляться и расти недоимки, подрывающие бюджет государства и ведшие к финансовому кризису. Параграф 4. Сословные реформы Смысл и цель сословной политики Петра I заключались в юридическом оформлении сословий, укреплении роли дворянства в государстве. В результате реформ первой четверти XVIII века происходит консолидация дворянского сословия Российской империи. Указ о единонаследии 1714 года ознаменовал слияние двух прежних форм феодального землевладения поместной и вводчиной в единую дворянскую. Одновременно усиливалась служебная повинность дворянства. Имение наследовал теперь только младший сын, кадет, а остальные обязаны были поступать на военную или гражданскую службу, которую несли пожизненно. Эта часть указа вызвала неудовольствие и ропот нового единого сословия. Взамен отмененного в 1682 году местничества вводился принцип служебной выслуги. Табель о рангах 1722 год разделял всю систему государственных чинов и званий штатских и военных на 14 классов рангов. Занять каждый следующий ранг можно было только пройдя все предыдущие. В замкнутую сословную группу феодального общества было выделено и население городов, разделенное на регулярных и нерегулярных граждан. В регулярные зачислялись купцы, промышленники и цеховые ремесленники. Нерегулярными или подлыми считались горожане, не имевшие собственности и обретающиеся в наймах и черных работах. Итогом социальной политики Петра I стала новая структура российского общества, в которой четко прослеживался сословный принцип, урегулированный законодательством. Параграф пятый. Реформы в области центрального управления. Абсолютизм как форма государственного управления требовал юридического оформления, которое сопровождалось коренной перестройкой и предельной централизацией всей системы государственного управления, ее высших, центральных и местных органов. В 1699 году на смену терявшей влияния Боярской думы приходит Сенат, высший государственный орган Российской империи, 1711 год. Сенату предписывалось разрабатывать законы, следить за финансами страны, контролировать деятельность администрации. Коренное отличие нового органа от Боярской думы состояло в том, что если членов думы назначали по породе, то сенаторами становились по воле царя и служебным заслугам. Для надзора за деятельностью Сената в 1722 году был поставлен генерал-прокурор. Им стал ближайший сподвижник Петра Павел Ягужинский. Загруженность Сената повседневной черновой работой потребовала, в свою очередь, перестройки системы Центрального управления. В 1718-1721 годах была преобразована громоздкая и запутанная система приказного управления страной. Вместо полусотни приказов и канцелярий, чьи функции переплетались и не имели четких границ, было учреждено 11 коллегий. Каждой коллегией во главе с президентом и вице-президентом ведало строго определенные отрасли управления. Фактически, на правах коллегии существовали учрежденные в 1722 году главный магистрат, руководивший работой органов городского самоуправления, и сенот духовной коллегии. Кроме того, действовали Преображенский приказ и тайная канцелярия, осуществлявшие функции политического сыска и ряд других ведомств. С целью централизации и укреплений власти на местах в 1708 году страна была разделена на 8 губерний Московскую, Петербургскую, Смоленскую, Киевскую, Азовскую, Казанскую, Архангелогородскую и Сибирскую. Во главе губерний стояли губернаторы, ведавшие войсками и управлением подчиненных территорий. Каждая губерния занимала огромную территорию, поэтому с 1719 года губернии стали делиться на провинции, число которых достигло 50-ти. Возглавляли провинции воеводы, провинции в свою очередь делились на дистрикты, а затем на уезды. Реформированию подверглись и церковные структуры, непростые отношения церкви и государства в XVIII веке еще более усложнились. В условиях становления абсолютизма автономное положение богатой церкви оказалось неприемлемым. Государство взяло курс на ликвидацию ее самостоятельности. В 1700 году, после смерти патриарха Адриана, Петр решил не назначать нового патриарха. Во главе духовенства был поставлен лояльный к Петру митрополит Стефан Еворский, получивший наименование местоблюститель патриаршего престола. Церковные доходы были поставлены под контроль государства в лице созданного монастырского приказа. В 1721 году Петр утверждает разработанный псковским епископом Феофаном Прокоповичем духовный регламент. Согласно ему, церковь лишалась политической автономии и почти полностью подчинялась государству. Патриаршество окончательно упразднялось, а для управления церковью создавалась духовная коллегия, преобразованная позднее в Святейший Синод. Однако поставить под контроль государства земельные владения церкви секуляризировать не удалось. Итогом реформ Петра I стало создание централизованного абсолютистского военно-бюрократического государства с имперской внешней политикой. Параграф шестой Внешнеполитический курс Петра I Внешняя политика России в начале XVIII века во многом была предопределена национально-историческими задачами, нерешенными предшественниками Петра I. Первоначально Петр сосредоточил внимание на южном направлении. Молодой царь руководствовался обязательствами перед странами Священной Лиги Австрия, Польша, Венеция оговоренными в условиях вечного мира. В результате двух азовских походов 1695-1696 годов турецкая крепость Азов пала, однако сил для борьбы с Турцией и Крымом было недостаточно и Петр занялся дипломатической подготовкой к расширению антитурецкой коалиции. С целью реанимирования Священной Лиги из Москвы в Западную Европу в 1697-1698 годах отправилось Великое посольство. Великое посольство, возглавляемое с подвижником Петра Францем Лефортом, насчитывало 280 человек. Среди них под именем урядника Петра Михайлова ехал и сам царь. Петр с посольством посетил Прибалтику, Бранденбург, Голландию, Англию и Австрию. Однако в Европе назревала борьба за испанское наследство и призыв русского царя к возобновлению союза не имел успеха. Продолжение войны с Турцией в одиночку представлялось России малоперспективным. Кроме того, путешествие по Европе привело Петра к осознанию того, что ни Азовская, ни Черные моря не откроют России прямой выход в Европу. Поэтому Петр I вынужден был заключить мир с Турцией. После заключения мира все усилия России были направлены на решение главной задачи ближайших десятилетий обеспечения выхода в Балтийское море. К тому же готовность Саксонии, Дании, Польши выступить против Швеции сделала возможным создание нового союза. 9 мая 1700 года Петр объявляет войну Швеции. Началась Северная война. Официальным поводом для объявления войны послужили обиды и оскорбления, нанесенные царской особи при посещении Риги. Фактически же Россия добивалась возвращения захваченных Швецией древнерусских земель и выхода в Балтийское море. Начало военных действий было неудачным для антишведской коалиции. Шведский король Карл XII, внезапно высадившись в Дании под угрозой бомбардировки Копенгагена, принудил датчан к капитуляции. Затем, перебросив армию в Прибалтику, он разгромил в четверо превосходящее русское войско под Нарвой. Считая Россию окончательно разбитый, шведский король устремился в Польшу, где, по выражению Петра, надолго увяз. Используя образовавшуюся передышку, Петр принялся энергично реорганизовывать армию. И уже с 1702 года русские перешли к более активным действиям. Взята крепость Нотебург Шлиссельбург, запиравшая выход из Ладожского озера в Неву, а весной 1703 года крепость Неншанц, расположенная в устье Невы. Здесь 16 мая 1703 года на Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость, основание города Санкт-Петербурга. Несколько позднее была создана и база флота, крепость Кроншлот, Кронштадт. В решающую фазу Северная война вступила после разгрома союзника Петра польского короля Августа II в 1706 году. Летом 1708 года, пополнив свою армию, Карл XII двинулся в поход на Россию. В соответствии с планом, разработанным Петром I, русские войска отступали, заманивая противника вглубь страны, опустошая перед ним территорию и тревожа армию противника нападениями мелких отрядов. К середине 1708 года Карл XII оказался на Украине в стратегической ловушке без боеприпасов и продовольствия в условиях усиливающегося сопротивления украинского населения. В виде, что соотношение сил изменилось, Петр решил дать генеральные сражения шведам. 27 июня 1709 года состоялась знаменитая Полтавская баталия. Шведская армия была наголову разбита. Общие потери шведов превысили 11 тысяч человек. Карл XII в сопровождении небольшого эскорта охраны бежал в Османскую империю. Полтавская Виктория в корне изменила ход Северной войны. Швеция лишилась почти всей сухопутной армии. Вновь оформился антишведский союз. Однако резкое усиление России после Полтавской битвы вызвало недовольство ведущих европейских держав. Подстрекаемый европейскими дипломатами и Карлом XII турецкий султан в 1710 году объявил России войну, требуя возвращения Азова и ликвидации Воронежского флота. После неудачных попыток дипломатического решения конфликта Петру в начале 1711 года пришлось принять вызов Турции и совершить прудский поход. Однако русская армия попала в окружение и вынуждена была подписать невыгодный мир на условиях Турции, но опасность войны на два фронта была ликвидирована. После Полтавской битвы центр Северной войны переместился на Балтику, где все еще сохранялось морское владычество Швеции. Но после двух морских сражений у мыса Гангут и острова Гренгам у Швеции уже не было сил вести войну. 30 августа 1721 года в финском городке Ништадт был подписан русско-шведский мирный договор, положивший конец Северной войне. Россия получала Ингерманландию, часть Карелии, Эстляндию, Лифляндию, острова Эзель и Дагу. Ништадтский мир закрепил положение России в качестве великой европейской державы. 22 октября 1721 года на торжественном заседании Сената Петр I был провозглашен императором, а Россия империей. Большое значение для России имело и восточное направление внешней политики. Россия не меньше, чем государство Западной Европы, была заинтересована в развитии торговли с Индией и Персией. Но если попытки разведать пути в Индию через Среднюю Азию потерпели неудачу, то персидский поход самого Петра в 1722-1723 годах укрепил русские позиции в Западном и Южном Прикаспии. Таким образом, итогом внешней политики Петра Великого стало решение многих национально-исторических задач, а также превращение России во влиятельнейшую европейскую державу. Продолжение следует... Продолжение следует...